Какого х**а они сырые? Унылая х**а! Бестолочь, бестолочь! Натур-продукт 5 месяцев был простой. Сколько можно, а? Ты стоишь здесь! Поздравляю, вы обосрались! Ну что, это новый сезон в Депре. Мы опять приглашаем за руль дорожников самых известных людей. Сегодня наш гость, главный шеф-повар России Константин Ивлев. И началась стрельба. Убегает бармен и кричит, х**а, отсюда все! Я уже себя похоронил, х**а, закопал, меня расстреляли. Людям похер, им самое главное залезть в келье. В Депре очередной выпуск, оставайтесь с нами. Ну вот он, символ окончания пандемии, загоревший, довольный жизнью, главный шеф России, ведущий адской кухни и на ножах. Стас Афонский, Константин Ивлев. Не надо, наверное, представлять. Слушай, мы рассчитывали на дождь сегодня, мы рассчитывали на глубокую колею, на море, грязи. Не-не-не, я солнечный человек, хоть и при всех разных историях, да, то есть поэтому я знал, что боженька сделает все красиво, будет сухо. Но при этом я чувствую, что все равно какие-то есть подковырки, посмотрим, что там напридумали или что даст природа. Будет в любом случае колея, будут спуски-подъемы, будет бродик один в любом случае, ну и такие ветеватые дороги между деревьями, между поваленными, между... Удивительные люди, человек, рожденный в СССР, человек, который прошел советскую армию, который прошел все УАЗики, буханки, батоны и тому-тому подобное. И ребята мне сейчас захотят здесь сделать водопад. Вы что думаете, я боюсь, что ли? Сегодня мы едем вот на Toyota Land Cruiser 200, едем мы, соответственно, в лесные и во всякие внедорожные дебри, соответственно, Кирилл сидит рядом, всячески отвлекает от дороги, ну а я подстраиваю интересный маршрут, чтобы было весело и задорно. Давай, круто. Хочу сказать одну очень важную вещь. Вот не поверите, я потом, наверное, Кириллу это расскажу, всю жизнь мечтал об этом автомобиле. Я могу себе его позволить, но я постоянно себе покупал какие-то другие автомобили, даже сейчас у меня совершенно другой автомобиль. Но вот это моя любовь к детству. Я почему еще не покупал, потому что я всегда мыслил, как? Вот возьму себе 200-ку, да, а на чем я потом буду ездить? Это же вечная машина, вечная, она же не ломается. У меня у друзей сколько таких автомобилей. И я вот постоянно пересаживаюсь на какие-то другие. Представляешь, вот оставляю себе вот этот маленький зазор все-таки когда-то сесть на 200-ку. И кто знал, что если я на нее сяду, то как раз в такой, в такой истории. Ну что, я рад этому и лишний раз все-таки пойму, что это мой автомобиль. Ну что, давай, будешь рассказывать, вопросов нет. Но полотно остается полотом. Костя, на тебя в нескольких изданиях почти донос. 70-80% заведения, где побывал Ивлев и куда внес такую свою сверху струю, все это закрывается. Да, это нормальное явление, но я тебе могу сказать больше. Вот с первого по четвертый сезон у нас была статистика 70 на 30, а сейчас статистика последние два сезона 50 на 50. Ты пойми, закрывается это не из-за того, что я плохой или я плохо сделал. Поверь мне, все, что сделано, сделано не на отшибись, а сделано правильно и умно, с учетом моего, соответственно, опыта и взгляда. Рядом сделали заведение. Денег особо не у них, не у нас много, не было, поэтому концепция на основе тандыра. Ты посмотри, какую красоту им поставили. Такой вот случай был в Ростове буквально недавно. Хозяйке заведения я и решил сделать рюмочную. Ну, потому что, знаешь, фуд-подарки это очень важно, да, то есть помимо того, что у него ресторан находится в историческом месте, и я говорю, вот вам приезжают туристические группы, вы их мало того, что вы их накормите, а каждый еще купит с собой по бутылке флакону самогона, потому что, ну, сейчас это уже возрождение, да, то есть идет эта вся традиция, и фуд-подарок. Люди покупают не ложки и деревянки, да, они покупают мед, они покупают самогон, они покупают масло, они покупают соль черную. В каждом регионе есть свой специалитет. Так вот, что ты думаешь? У этой женщины оказался муж зашитый алкоголик. А я не знал об этом, и мы сделали ей рюмочную, и этот мужик приходит на следующий день, видит рюмочную, и у него прям счастье привалило, он набухался в эту же минуту, понимаешь? И женщина подумала то, что я над ней издеваюсь, блядь, и взяла, и сняла, соответственно, эту вывеску, изменила эту концепцию. Ну, кто в этом виноват? Юля виноват? Нет. Программа на ножах виновата? Нет. Пятница виновата? Нет. Нет. Люди, я считаю, сами по себе вот такие. Британский шеф-повар Гордон Рамзи. Если уроните, я вас подвешу за яйца с крыши небоскреба. Идите и не чихайте. Так, видишь? Его образ светлый. Ты ж под него хочешь, нет? Стопэ. Я никогда ни под кого не косил. Это во-первых. Во-вторых, меня всегда в профессиональном мире называли русским Рамзи. Румским Рамзи меня называли с точки зрения того, что из-за моей эмоциональности. Мне все не безразлично. Понимаешь? Конечно, я ни одного раза не ударил ни одного повара. Но кидаться начал только на адской кухне. Пошел вон отсюда с кухни. А до этого я просто разрушаю мозг. Достаточно эмоционально разговариваю, да, спора нет. Я пендант в работе, понимаешь? Я учился у французов. Я француз с точки зрения образования кулинарного, понимаешь? А это все по полочкам. И когда я уже нырнул, я стал очень рано шеф-поваром. Я стал шеф-поваром в 23 года. Понимаешь? В 1997 году. И сразу же попал в очень крутой ресторан по тем временам. Поговорим об этом. 90-е ресторанный бизнес. Бандюки, стрелки. Да. Все это было. Конечно, конечно. Я работал в ресторане. Самый яркий эпизод, который запомнился тебе из 90-х. С бандюками? Ну, в частности. Собрались братки. Ресторан назывался «Диана на Зубовском проспекте». Был такой, знаешь, в подвальном помещении. И началась стрельба. Я помню, дверь открывается, выбегает бармен и кричит. Нахер отсюда все! И вот ты не поверишь, Кирилл. Я, выбегая из ресторана, слышу выстрел. Это уже после армии. Я понимал, что такое пистолеты, понимаешь? Что такое выстрел. Я вот голову вот так вот, блядь, фау, и, блядь, прямо надо мной, блядь, в стену вошла. И мы разбежались, блядь. Вот тебе классический пример 90. После этого ты оказываешься у французской гильдии поваров. Как это получилось? Да нет. Первый урок, который я получил от советского завпроизводства, тогда шеф-поваров не было такой профессии. Это было как пи***ть сахар. Понимаешь, надо было открыть мешок сахара, рядом с ним поставить ведро воды. Понимаешь, отцепить несколько килограмм сахара из мешка, и через день, да, то есть влага погружается в сахар, сахар карамелизуется каменей, да, и увеличивается в весе. А знаешь, какой я первый урок получил от французского шефа? В 1997 году он меня учил, сколько цветов должно находиться на тарелке с точки зрения красок, цветов, продуктов, понимаешь? Есть разница? Есть. Как ты оказался во Франции вообще? Как ты в этой гильдии оказался? Слушай, ну, я работал очень много лет, и до сих пор уважаю и провозглашаю, и приподнимаю французскую кухню, потому что, ну, на самом деле в кулинарии, в ресторанном бизнесе это мека. И я очень долго работал и работаю, еще раз повторяюсь, и поэтому это заметила одна из самых старейших французских гильдий, и они обратились ко мне, зная, что я этим занимаюсь, зная, что я учился у Патрик Пажеса, понимаешь, зная то, что я имею отношение к Алану Дюкасу, тоже у него был, понимаешь? Ну, то есть к мекке мощных французских шефов. Они видели мой стиль, и они мне, соответственно, предложили вступить в эту гильдию, и я с большим удовольствием согласился, за что я вам спасибо. Программа на ножах. За 300 тысяч рублей вы приводите в божеский вид советский общепит. Это вообще реально или это чудеса монтажа? Да нет, это никакой не монтаж. Слушай, чтобы ты понимал, программа на ножах, так же как Адской кухни, это самые правдивые программы. Зачем ты глаз закраешь рукой? Так надо закрывать. Заберите у него кавер, он не умеет это делать. Что такое 300 тысяч сегодня? Я тебе объясню. Мы не делаем стопроцентный ремонт. Это в большей степени ребрейдинг и небольшая косметика. Это как театр, понимаешь, где, соответственно, берут и накладывают для нового спектакля новые декорации. У нас бывает то, что мы вкладываем и больше. Понимаешь, вот мы, например, ломаем потолок, а у нас херрак, там проводка, оказывается, что она вся прогнила. Но мы, само собой, такую вещь не оставляем. Мы берем и переделываем. Чтобы ты понимал, у нас иногда не только 300 уходит. Самое большое, сколько мы отдали, 1,6 миллионов заведения, которое называлось, кстати, здесь был Костя. Это в Питере мы переделали, потому что там оказалось старое, старое, старое ресторан. Мы начали там одно переделывать, у нас стена целая, отвалилась, понимаешь, начал то, то, то. Так вот, поэтому это реально делается за очень короткий период времени. Работает большая группа, у меня есть дизайнеры, у нас еще рабочие. У нас есть около 20 человек. Понимаешь, поэтому это идет муравьиный принцип. Понимаешь, я придумаю концепцию. Концепцию придумывает только я, потому что я очень хорошо понимаю, разбираюсь в ресторанах. Открыл не один ресторан, как говорится. Вот, и я понимаю, что надо людям и на чем они смогут сделать деньги. И большая беда, как раз возвращаясь к первому вопросу, еще заключается в том, что когда я переделаю, я говорю, ребят, не открывайтесь на следующий день. Доделайте до конца. Потому что вы за одну ночь, за одну ночь, понимаешь, то есть вы не сможете до конца обрасти философией повара выучить меню, а официанты, да, то есть сделать атмосферу в зале. Фишка программы. Меня часто спрашивают, откуда у нас такой чистый звук, если мы путешествуем по бездорожью. Я вам сейчас покажу. Наш звукорежиссер Дмитрий, он всегда находится в багажнике. Вот здесь. Вот это его хозяйство. Несколько девайсов, которые должны работать круглосуточно. Но если не круглосуточно, то в режиме такого нон-стоп, 3-4 часа активной работы. Как это все выдерживает? Дим, расскажи. Мы подключаем к 220 тройник. Здесь есть тройник 220. Подключаю звук, запишу все тольки. И, конечно же, остаюсь в багажнике и слушаю все. 25 выпусков вот здесь вот. Ты не устал? Да все хорошо, супер. Ухабы, колеи, нас это не волнует. У нас профессиональный звукорежиссер. Кость, смотри, да, смотри, чего здесь мы творим. Значит, наша задача не поломать задний бампер, вот когда мы будем спускаться сюда. Поэтому мы что сделаем? Мы пройдем вот ближе к тому дереву. Вот к этому вот здесь, да, получается? Да, да. То есть прямо сюда вот так вот зайдем. Да, а нахера сюда заходить, если мы там увязнем? Нет, мы не увязнем. Здесь брод нормально проезжаемый. Нам в брод надо заехать каждым колесом по очереди. То есть не сразу передними, потом задними. А сначала мы заезжаем передним правым, потом мы проезжаем задним правым, потом передним начинаем опускать. То есть уже вот здесь вот. То есть мне вот так, что ли, ехать? В раскорячку? Да, да, да. Прям вот так на обо будет. Вот так в раскорячку. Это я же там один раз проезжал, так? Да. Вот так вот. Спускаешься передним колесом, потом задним, потом свое переднее опускаешь и съезжаешь, и уже дальше топишь, как тебе было. Слушай, а можно по-другому, вот как я смотрю, иногда гонки, знаешь, вот они вот так вот с поворота, ху, улетело туда. Нет. Как ты думаешь, не взлети туда? Слушай, это не полочка уже, это такой хороший промойно, да? Промойно, да. Ну вот, давайте попробуем меня на прочность опять, без проблем. Я за. Погнали, я все понял. Прям реально, Toyota на слона похожа. Все, давай, вперед. И руль, руль в эту сторону, ага. Вот так вот мягенько. Если вы думаете, что это просто, то ни хрена не просто. Я вообще сам не понимаю, в каком я положении сижу-то. Давай, руль до конца сюда. Еще на меня, на меня, на меня, на меня. Еще, 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 еще. Вот так, отлично. Так, стоп, подожди. Вот. Вот, на дело. Отлично. Ты скажи, самые уникальные условия, такие нетипичные, где ты готовил? Ммм. Однажды была. Строилась Москва-Сити. Группе товарищей захотелось банкета в строящемся небоскребе. И вот там были одни апартаменты, недоделанные. И вот там вот мы делали. Вот, представляешь, мы входили в риф, где все строится, где все забито. Там же, когда они строились, у них же свой был стекольный завод внутри, и бетонный завод. Ну, мини-заводики такие, да. То есть, там же махины же строятся. Возить это невыгодно с точки зрения экономики. И вот там вот, на 60-м каком-то этаже, на недостроенных историях, я готовил. А дам маленький лайфхак по открытию консерв. Очень многие начинают, соответственно, залезать сюда лезвием, тем самым обламывают лезвие. На самом деле, не надо залезать, надо взять какую-нибудь твердую поверхность. Можно край стола. Это не твердая поверхность. Но это нормально. Вот банка, она не открывается. Нам же надо там немножко вакуум, да, раскрыть. Соответственно, берется, бьется, немножко вот так. Оп, и все открывается. Подписывайтесь, ставьте лайки, это в дебри. Все вот так. Кость, продолжение темы летающих тарелок. Цитата. Ивлеев может спокойно оскорбить, замахнуться или дать, как говорят, под затыльник. Орать он тоже любит. Нередко в поваров летят тарелки. И нередко они даже отказываются работать с таким экспрессивным шеф-поваром. Твоя экспрессивность, она вообще откуда? Слушай, ну я тебе отвечу, наверное, знаешь как? Я тебе по-другому отвечу. Что касается отказываться со мной работать, такого общенька и не было, да? То есть люди уходили, но потом, когда становились шефами, каждый человек, который от меня ушел, неважно как, добровольно, либо я его уволил, он мне потом позвонил и извинился передо мной и сказал, шеф, извини, что я когда-то думал о том, что ты мудак. Но ты такой в жизни, или это хайп? Когда мы с тобой что-то покупаем, и потом у нас ломается, либо что-то происходит, мы не знаем, кому предъявить претензию. А когда тебе приносят блюда, через 10 секунд ты уже четко понимаешь, твой повар, не твой повар. Хорошая еда, плохая еда, хороший ресторан, говно ресторан. Поэтому в работе я, да, достаточно очень мощный перфекционист, да, то есть эмоциональный человек. В жизни я очень спокойный, в жизни я спокойный, в работе, да, я такой. Потому что я работал на имя, да, я не спорю. Я в определенной степени мажор, больше половины своего детства я провел за границу. У меня отец работал в спецслужбах и был резидентом, понимаешь, я провел жизнь, живя за границей. Но при этом все равно я всегда называл и называю себя, да, то есть дворовым пацаном. Кость, на какую зарплату сегодня может рассчитывать молодой, начинающий, но талантливый шеф-повар в московском... Повар, какой шеф-повар в московском ресторане? Слушай, ну смотри, у поваров зарплата начинается от 25 тысяч рублей. От 25. Средняя зарплата сейчас повара в Москве где-то около 30-33 тысяч рублей. И я тебе могу сказать, что, знаешь, это хорошая зарплата, как бы многие люди не удивлялись, а как на эту зарплату жить. Я иногда, когда стою на кухне, сам не понимаю, как вы здесь, для чего вы здесь, ребята. Я этот путь прошел. Это пипец какой сложный путь, понимаешь, очень сложный. Да, бывало время, что жрать было нечего. Да, бывало время, что ты ел воду с хлебом, при всем том, что я москвич. Да, но я это просто себя, над собой делал эксперименты, не используя, да, то есть какие-то блага своих родителей, да, то есть либо еще что-то. Я, честно, прошел и прохожу путь именно от солдата до генерала. Генерал сколько получает в вашем бизнесе? Слушай, ну смотри, я тебе могу сказать так, моя последняя зарплата, это моя, у меня кликуха была миллионер, потому что моя последняя зарплата, поварская, она была где-то лет, наверное, 10-15 назад, была 1 миллион рублей. Вообще, в среднем шеф зарабатывает где-то, ну, хороший шеф может зарабатывать 250-300 тысяч, иностранец может зарабатывать чуть побольше. Я зарабатывал такие, я был бренд-шефом, я вел порядка около 11 ресторанов, вот, и у меня вот была вот такая вот зарплата, она была самая большая, мне все завидовали, и завидуют до сих пор. Пандемия, акт первый, дым рассеялся, да, что ты сейчас видишь? Конец ресторанного бизнеса? Нет, да это все херня, я человек, рожденный в СССР, поэтому всегда должно быть что-то в чулке, как меня бабушка учила, понимаешь? И мы с моими партнерами каждый месяц 5% от общей прибыли, да, то есть откладываем в черный, на черный день. К чему я очень резко высказывался о своих коллегах, которые начали там нить, да, то есть, да потому что мы же политруки, понимаешь, мы должны людей держать в обойме, и самое главное, да, то есть мы должны уважать людей, если мы хотим, чтобы они с нами работали, да, то есть мы должны им делать подпитку. А что произошло? Многие ресторанные группы кинули своих людей, кинули, понимаешь? Да ебать, как хотите, зарабатывайте деньги сами, да, то есть денег нету, всеобщая пандемия, все в заднице. Чувак, ну ты владелец, ты ресторатор, что у тебя денег, что ли, нету в загашнике? Ну достань, ты же их достаешь людям, которые тебе делают этот бизнес, которые тебе зарабатывают эти деньги. По большому счету мы попали, да, то есть на 3 месяца аренды. Сколько под твоим управлением ресторанов было, и сколько осталось после кризиса? Я тебе так скажу, последние 4 года, последние 4 года мы вообще, моя компания вообще ушла из ресторанного бизнеса напрямую, да, то есть, потому что я понял сам все, как человек, который работает в ресторане, сейчас ресторанами заниматься неликвидно. Поэтому мы начали компания Ивлев Групп, я говорил, да, то есть мы не владеем ни одним рестораном и не держим ни одни акции ресторанных групп, да, то есть других. Мы работаем на аутсорсинг, мы колсалдинговая группа, да, то есть и мы, соответственно, занимаемся управлением. Так вот, в последнее время я занимаюсь управлением, это фабриками кухни и, соответственно, столовыми. Значит, из 4 столовых закрыты все, были, да, сейчас они открылись, потому что чуть-чуть нормализовалась вся история. Фабрики кухни как все работали, так и работают, потому что мы обеспечиваем достаточно, ну, серьезные стратегические объекты, я их не могу, к сожалению, назвать, вот, но фабрики кухни как были, так они и работают. Слушайте, ну мы сейчас так втопили, что... Понравилось главное? Очень, да, круто. Мы ради этой лужи-то и ехали. Я хочу показать сразу автомобиль, как мы втопили. Спереди, спереди эффектный. Спереди эффектный. Могу сказать, вот это да, вот это вот мы и даем здесь жару. Ты работал в ресторанах в Европе, 2-3 Мишленовских звезды, за что их вручают и возможно ли, чтобы в России появились рестораны с Мишленовскими звездами? Ты кормишь утром и ты кормишь вечером, то есть не как у нас, вот у них один стул, он оборачивается два раза, один с утра, один вечер. То есть если вечером человек из Мишленовского ресторана ушел, на его место уже никого не сажают, потому что это высокое искусство, да, то есть это реально большой театр, это смысловая тема. Я когда у Арзака учился, у него, например, нету в ресторане музыка. Сейчас, подожди. У него нету в ресторане музыки. Я спрашиваю, почему нет музыки? Как? Музыка будет отвлекать вас от еды. Я говорю, а почему нету соли на столах? Как? Вы измените вкус шефа. Понимаешь, там шеф – это величина несгибаема. Понимаешь, то есть если он сделал эту еду, он понимает, что он сделал. Понимаешь, он никогда другого не сделает. А у нас, понимаешь, у нас пока все воблизь, вобнос, вобсос. У нас еще пока официанты, не официанты, а халдеи. Знаешь, чем отличается официант от халдея? Официант – это профессиональный продажник блюд. А халдея знает, что это? Воблизь, вобнос, вобсос. Как в советское время. Ему все равно. Ему самое главное угодить, чтобы получить чаевые. Так вот, что касается Мишлен. Это очень большая философия. Это правда, очень мощная философия. Еды – это сезонность продуктов. То есть ты у них ни сезон, не встретишь продукт. Если это Мишленовский ресторан. То есть он не будет работать на мощном экспорте. То есть у нас 4 сезона. Но мы Оливье любим зимой, летом, осенью и весной. Сейчас самое главное – не оплошать. Потому что если я сейчас сделаю какое-то неровное движение, все, триндец будет, я чувствую. Но еще никто за два с половиной десятка выпусков в Дебри в лесу не оставался. Костя, мы не останемся. Да я не боюсь. Слушай, если даже я останусь, я выживу. Пойми. У тебя там хорошо все с бизнесом. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это в Дебри. Инстаграм Константина Ивлева, инстаграм Кирилла Кикнадзе. Мы сейчас поехали помогать впереди идущей Тойоте. Гостем в этой программе быть охеренно. Тебя, по крайней мере, пока не просят вытаскивать и пристегивать. Потому что руки будут грязные, и руль будет грязный. Поэтому, может быть, я даже выйду чистым из этой всей передряги. И вот там такая шайбочка H4L4. Нажимаем на нее, так, да, и переводим одновременно. О, раз и все. Вот, у нас здесь, значит, загорается 4 лоу. То есть машина готова к внедорожному покорению. Эта фишка вообще со звездами работает, что под дымом звезды открывается некое заведение, которое существует разное количество лет. Нет, не всегда. На самом деле, не всегда. Если посмотреть, что происходит в Москве, да, то есть такими звездами не только спорта, но и кино, телевидения, эстрады, не так эта вся история работает. Просто, знаешь, как относятся люди. То есть на какую-то аудиторию делаешь. Вот если Тимати сделал на аудиторию малолеток, да, то есть он у него битком в Москве, правда, да, то есть он не в регионах других, то там, понятно, людям хочется увидеть своих кумиров. А мы-то уже взрослые люди, понимаешь? И поэтому, когда ты, вот даже с Мартином, он в то время играл из «Минизмед память» «Спартакеш» или где он играл? Да, понимаешь? Ну, это, считай, это суженная история, что только фаны «Спартака» будут ходить. А теперь двухсотый. Я сказал, двухсотый. А-а-а! блин не успел чуть-чуть давай прям чуть-чуть не успел а там я вообще думал сейчас упаду перевернусь представляешь вот так вот ехал блин как в цирке ездит блин еще очень круто реально был момент когда очень хотелось перевернуться как в настоящих фильмах блин про camel trophy про индиана джонса где я ехал но было круто о диманыч нифига себе ты нашел это чё жиленчик ходишь сейчас прямо на радиаторе приготовим или подсушим вообще вопросов нет значит готовить сейчас будем тоже в экстремальных ситуаций абсолютно грибной суп выбирайте похлебку солянку грибной жульен вопросов нет я поставил тушиться капусту а котлы были старые советского и в них не было дырки на крышке дырка нужно потому что как скороварки что пар выходил и мы дам дырки не было и мы ставили всегда по-советски там какой-нибудь знаешь там кусок там дерево ну планшет какой-то чтобы не закрывалась крышка и так получилось видать что она выпала и полностью закрылся котел а представляешь да то есть 400 литров капусты с тушенкой и вот он там закипает закипает опару то выходить нет нигде я помню сижу в классе под для подготовки поваров чешусь и одно место и вдруг взрыв блин бабах мощно содрогнулась вся столовая я знаю что не поверить я выхожу такой знаешь в в район кухни да все в капусте нахер я смотрю наверх и вот да крышка такая 400 литрового котла на потолке я на нее смотрю он такая ты в соцсетях везде приносит ли доход мне зачастую соцсетях пишут о том же насколько можно рекламу туда сюда значит я по первой сначала что-то объяснял а сейчас я просто забил потому что но бесполезно людям объяснять да есть зависть и жадность и люди этого не понимают если они хотят увидеть мой контент интересный то это нужны средства понимаешь и что здесь постыдно то что рекламируют я не стесняюсь рекламировать есть вещи которые я не рекламирую или рекламирую за очень большие деньги как говорится продается все кроме родины но в моем случае это вот разные вот идет порошки знаешь там кноры шморы дошираки и тому тому подобное да это даже в моем профессиональном мире считается но не очень по поводу хейтеров после твоего громкого развода обрушился волк это да да чаще всего встречалось что лера которая едет сейчас вместе с нами она увела тебя нет нет это знаешь там допустила ошибку моя жена сейчас но ее можно понять как женщина да то есть мы давно уже не жили вот и у нас были там разные такая ситуация не буду сейчас углубляться в это могу сказать только одно что лера не уводила меня ни в коем мере да то есть лера мы познакомились там год тому назад вот и знаешь вот как бывает как в машину садишься ты понимаешь твое вот и она когда с ней познакомился на рынке я сразу понял это мое и теперь может год не расстаемся с ней вообще ни на один день не расстались еще за этот год потому что ей тоже нравится путешествовать и она с большим удовольствием приняла мое предложение не руки сердца предложение с адрес такого образа жизни а предложение будет выкислить предложение я тебе честно скажу что она уже есть первый раз увидела его на съемке когда летела тарелка это был ты 3 3 за нацкой кухни летела тарелка в лена да в лену шефа с короткой стрижкой воды и она припрягнулась и за ней на разбилась вот и нас абсолютно таким спокойным лицом и потому грилин горю как-то как так награда это вообще нормально может привыкли вот это вот такое было потрясло меня то что лера моложе меня на 18 лет знаешь но я никогда не был тинейджером и им не становлюсь то что иногда там пишут и говорят одежду поменял похудел это все любовь то сюда но частично это любовь а частично это говорю о том что мы же знаешь как я люблю говорить мы не стареем а нормальные люди мудреют с годами всем не объяснишь самое главное что знаем мы правду матвей 1 стекле ли очень замечательно потому что он знает реально всю ситуацию да то есть что она меня не уводил это что она достаточно очень интересный и добрый и честный человек вот дочка очень сложно потому что ну хотя она идет я вот завтра на каме приедет да то есть мы вместе проведем и мы вместе проведем соответственно выходные вот но к большому сожалению жена еще делает бывшая жена делать чуть неправильные шаги и поэтому там есть легкая настройка но маруся и мое отношение да то есть она меня просто любит мы чувствуем друг друга она знает о том что ну вот произошло то что произошло это называется учитесь плавать смотри смотрю конечно правее правее да что ж такое то хватит копать стас lc200 за рулем константин ивлев очень узкая тропка и вот аут глины вот так вот то есть если туда сползает машина то приходится все заново начинать но этот броневик пройдет везде что-то как-то вы херовенько подкопали бинго ну что поехали да ну как говорится не прошло 50 минут и едем вот так вот главное оружие джипера это лопата конец лета плюс 26 поработал немножко лопатой достал лебедку и вот весь вспотел но и очень жарко но здесь внутри холодильнике у нас с собой было так кость твоя мой давай слушай это моя и такая прохлада отсюда приятная а до ну едем дальше ты не задумался над тем чтобы вообще оставить ресторанный бизнес и уйти в шоу индустрию в телевизионную индустрию цельку никогда не брошу каждый день тебе надо есть не обязательно те каждый день смотреть телевизор или бы шоу-бизнесе поэтому зачем нет мне это нравится все эти сложности все эти перипетии но и при этом мне нравится конечно же и популярность знаешь когда я в том году получил тэфи тэфи это поверь мне мне это мне было безумно приятно потому что я в своем цеху достигал и достигаю многого и я начал заниматься телевидением это оценили коллеги да то есть по соответствии телевидению нет безумно приятно значит я нахожусь на правильной колее я не хочу сходить мы слушай было очень смешно когда я готовил для премьер-министра израиля нас был пример министр израиля но и с нашей стороны да то есть глава государства а у них же все протокольная история вот это протокол это значит все по минутам расписано и вот значит мы помню приготовили все поставили на стол нас значит израильская разведка вывела из зала в это время они оказывается да то есть все меняли местами вообще во время готовки не разрешалось разговаривать между поварами между официантами да то есть никем но суть не в этом мы все выставили всю еду они задержались на буквально там минут на 10 где-то значит они зашли сели за стол что-то пару слов сказали потом все встали да то есть и все соответственно ушли и мне прибегают на кухню говорят все они ушли я ну как так мать два дня херачили здесь понимаешь я так разозлился и я прям вот там были еще на стороне кухни да то есть какие-то готовые блюда я так разозлился разэмоциональничал и давай там да нафиг знаешь там уже и вдруг чувак прибегает стоит они обратно идут до блица докатились давай курица ли рыба сейчас уже наверное рыба внедорожник или седан конечно дорожник механика или автомат автомат брюнетки или блондинки брюнетки колбаса вареная или копченая вареная копченая но не сыр и копченая маргерштерн или киркоров киркоров квартира или дачи дом дом свой конечно же на новой риге есть деньги или слава деньги тусовщик или домосед а 50 на 50 можно независимо от того что у меня молодая девушка но чуть моложе меня да то есть она такая же в том числе мы что она что я в свое время очень много сильно протусили я стоял у начала клубного бизнеса нет я в нем не работал я не создавал клубы это было молодым но я просто в них тусовался понимаешь поэтому мне сейчас намного кайфовее дом вечерочком на крылечке с чайком или соответственно водичка без газа телек или интернет телек что я тебя поздравляю мы доехали это вот товарищ желтой майке тебе уже должен быть знаком по варанжевой да 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 есть бы не он мы бы сто процентов влепли стас у меня моя боевая кепка промокла насквозь но не от того какой у нас сегодня водитель потрясающий а просто жарко да есть такое сегодня жарко но тем не менее бездорожье мы нашли скажи мне про скиллс нашего сегодняшнего гостя про кости могу сказать что адский водитель на самом деле практически с первой лужи сразу понял что надо ездить в разрез и этого приема держался до конца это потрясающе то есть прям вот первый лайфхак и тут же его постоянно использовать жизнь это конечно слушай но я тебе хочу сказать это было круто и самое главное спасибо то что ты тоже дал мне такие лайфхаки я теперь даже не знаю как я буду по асфальту ездить спасибо большое все домой 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 все погнали погнали будем надеяться по асфальту знаешь все не бывает да то есть но знаешь для меня важно чтобы родные никто не болел и войны не было вот сейчас слава богу так и есть семье я наверно тебе так скажу наверно мне не хватает чуть детей понимаешь учитывая то что она с лерой и у нас все дороги открыты поэтому я тебе наверно отвечу так хочу детей